Подарок для пользования. Национальная авиакомпания «Эйрастана» презентовала собственный авиалайнер «Эйрбаз А321». Новые самолеты символичные для нашего региона. Французское воздушное судно носит имя нашей землячки Куляш Баситовой. О новых самолетах в материале нашего столичного корреспондента. В «Эйрастана» пополнение флот единственной национальной авиакомпании пополнился новыми самолетами. Французский авиалайнер поступил в парк казахстанского авиаперевозчика в конце ноября, а вот второе и третье воздушные суда прибавились в декабре уходящего года. Остальные пополнят флот в 2013 году. К слову, меморандум между авиакомпанией «Эйрастана» и концерном «Эйрбаз» был заключен в 2008 году во время официального визита президента Казахстана во Францию. Покупка собственных авиалайнеров является значимым событием для авиации страны, так как до сегодняшнего дня ни одна казахстанская коммерческая авиакомпания не обладала собственными авиалайнерами западного производства. Прибытие первых реактивных авиалайнеров «Эйрбаза-321» – большое событие для авиакомпаний и всей страны в целом. Начав свою деятельность в 2002 году с минимальным уставным капиталом, авиакомпания достигла такого уровня финансовой стабильности, что может позволить себе покупку авиалайнеров на столь крупную сумму. С переоблетением собственных воздушных судов авиаперевозчик вступает в новую фазу своего развития. Первым трем собственным авиалайнерам «Эйрбаз» авиакомпания «Эйр-Астана» присваивает имена славных дочерей Казахстана. Народные артистки СССР Куляш Байсиитовы и героев Советского Союза Али Молдагуловы и Маншук Маметовы. Воздушные суда семейства «Эйрбаз» нового поколения отличаются большой комфортностью и топливоэффективностью. Новые авиалайнеры будут выполнять полеты по существующей маршрутной сети в Россию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Китай и другие страны. Поэтому было принято решение, учитывая русский наш лиризм и увлечение девушками, и английский язык шииз, поэтому было принято решение все самолеты называть женскими анами. Первый самолет был назван в честь первой женщины-пилота ХВАС, Герой Советского Союза. Этот самолет был назван именем «Куляш» Байситова, знаменитая оперная певица, драматическая актриса. В этом году очень символично, что ей сто лет исполняется. На этом подарки для казахстанцев от аэростала не закончились. С нового года бортпроводники будут обслуживать пассажиров в новой форме. Одеяние отвечает всем современным стандартам. На ней представлены элементы национального дизайна и орнамента. Для удобства пассажиров форма сотрудников авиакомпаний, занимающих более высокую позицию, будет иметь характерные отличия. Анвар Шаликенов, Тулигин Рашидов, Первый Карагандинский из Астаны.